Вы поворачиваете направо и тут же натыкаетесь на огромного охранника. Сердце замирает, и вас парализует страх. К вашему удивлению, охранник смотрит на вас сверху вниз и спрашивает. Хотите пройти? Потеряв дар речи от удивления, вы киваете. Ну хорошо. Видите ли, никто здесь не хочет играть со мной в загадки. Если вы разгадаете одну из моих загадок, я вас отпущу и никому не скажу, что вас видел. Годится? Вы снова киваете. А вот и загадка. Какое изобретение позволяет видеть через стены? Это, конечно, окно. Охранник улыбается и говорит. Остерегайтесь вампиров. Затем он отодвигается в сторону, пропуская вас. Ух ты, вот же повезло. Но что там с вампирами? Вас трясет от страха, но нужно продолжать двигаться и как-то выбираться отсюда. Вас поджидает еще одна дверь, которая требует пароля. Сможете его взломать? Тут есть подсказка. Нужно продолжить последовательность. О, Д, Т, Ч, П, Ш, С, В, Д, Д. Каждая из этих букв является первой буквой чисел. О – это один. Д – два. Т – три. Затем четыре. Пять. И так далее. Последняя означает десять, поэтому следующие четыре – это О, Д, Т, Ч. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать и четырнадцать. Да, все верно. Дверь со щелчком открывается. Вперед! Вы попадаете в огромную полутемную комнату. Весь свет исходит от свечей, которыми она наполнена. Проблема в том, что есть четыре пути. И опять же, непонятно, какой из них выбрать. Внезапно все двери открываются, и в комнату входит четыре человека. Двое мужчин, женщина и девочка-подросток. Каждый из них говорит, что тоже является пленником, а остальные – вампиры. Кому вы поверите? Это второй мужчина. Он единственный, кто отбрасывает тень от света свечей. Остальные – нет. А значит, они вампиры. Итак, вы бросаетесь к мужчине и закрываете за собой дверь. Пожалуй, это замедлит вампиров на какое-то время. Но они за вами охотятся, так что лучше поторапливаться. Пока вы бежите, мужчина говорит вам, что находится здесь уже, по крайней мере, три дня. Он не смог справиться со следующим препятствием и продвинуться дальше. У вас есть только одна попытка. Если вы потерпите неудачу, выходы заблокируются на 24 часа. Наконец, вы подходите к двери, которую охраняет робот. Робот пропустит вас, если вы назовете пароль. Хитрость в том, что пароль каждый раз меняется. Мужчина сказал, что, прячась в комнате, он видел, как вампиры дважды проходили мимо. Первый раз робот сказал «пять», а вампир ответил «четыре». В другой раз робот сказал «шесть», а вампир ответил «пять». Когда человек подошел к роботу в последний раз, робот сказал «восемь», человек ответил «семь». Но робот его не пропустил. Дверь заблокировалась, так что это был неправильный ответ. Вы киваете и подходите к роботу. Робот говорит «три». Что вы ему ответите? Ответ «три». Вам нужно просто сообщить количество букв в слове. Ваш ответ принят. Робот открывает дверь и пропускает вас. Снова темная комната. Но когда вы входите, вас окружает восемь голодных собак. В середине на столе стоит мясной пирог. Так высоко, что собаки не могут до него дотянуться. Чтобы их успокоить и подружиться с ними, до того, как они решат, что вы их ужин, нужно накормить их пирогом. Но вот в чем хитрость. Нож волшебный, и можно сделать только три разреза. После этого он исчезает. Ваша задача состоит в том, чтобы разделить пирог на восемь равных частей, отрезав только три раза. Как это сделать? Одним разрезом вы разделяете торт пополам и получаете два куска. Затем вы делаете еще один перпендикулярный разрез и получаете четыре куска. И последним движением нужно разрезать торт посередине, горизонтально, разделив каждый из четырех кусков на две части. «Отличная работа!» Встревоженная жена. Виктор попал в автомобильную аварию и потерял память. Придя в себя в больничной палате, он увидел возле кровати трех молодых женщин. Но мужчина не мог вспомнить, кто они. Каждая из них утверждала, что является его женой. Доктор сказал им, что Виктор должен остаться в больнице как минимум на неделю. «Дорогой, что же мне делать, если ты никогда меня не вспомнишь?» рыдала женщина слева. «Милый, я так волнуюсь, пойдем домой. Мне здесь не нравится. Лучше я позабочусь о тебе дома!» Воскликнула та, что посередине. Девушка справа была в ярости. «Они пытаются украсть тебя у меня! Давай немедленно уйдем из этого места!» Кто из них жена этого человека? Та, что слева. Она единственная, кто действительно беспокоится. Две другие хотят забрать Виктора из больницы, хотя он ранен и нуждается в медицинской помощи. Наследство Дядя Дима был богатым человеком, который любил подшучивать над своими родственниками. Вот почему, когда он умер, никто не смог найти его завещание. Но однажды, несколько лет спустя, Дима просматривал старые бумаги. Внезапно у него перехватило дыхание. Документ, который он держал в руках, был завещанием дяди. Там было написано «Я спрятал все свои деньги и другие ценные вещи ровно в три часа дня под своим любимым вишневым деревом. Как раз там, где заканчивается его тень. Тот, кто это выкопает, станет моим наследником». Дима был вне себя от счастья. «Он станет богатым!» Парень поехал на шикарную виллу дяди и нашел вишневое дерево. Он дождался трех часов дня и начал копать. Но как он не старался, его усилия не увенчались успехом. Растерянный и расстроенный молодой человек вернулся домой. Почему он ничего не нашел? Прошло несколько лет с тех пор, как дядя Дима спрятал свои ценности. Дерево стало выше, и его тень стала длиннее. Кто тут бедный? Эти две девушки наносят макияж и готовятся пойти повеселиться. У них почти одинаковая тушь и помада. Их телефоны тоже похожи. Но одна из этих девушек – бедная. Которая? Взгляните повнимательнее на девушку слева. Телефон выдает ее. Это явная подделка. Зато наша героиня сэкономила немного денег. Она недолго будет бедной. Кто это? Марк и Лиза встречались уже два года. Однажды молодой человек пришел к своей девушке. Он собирался сделать ей предложение. Но когда он вошел в дом, то застал Лизу с другим мужчиной. Марк был в ярости. Тот парень испугался и выбежал из дома. Лиза кричала, что это ее брат. Но Марку было все ясно. К сожалению, он не разглядел лица соперника. Выбежав на улицу, он увидел троих мужчин. Кто из них любовник Лизы? Это парень слева. На улице холодно. У двух других парней красные щеки и носы. Но лицо третьего парня бледное, потому что он только что вышел из теплого дома. Странная привычка. Каждый день Марк ездит на велосипеде на железнодорожную станцию, чтобы добраться до колледжа. Рядом с его домом есть две остановки. Одна находится в двух километрах от его дома, а другая в трех километрах в противоположном направлении. Утром он всегда садится на поезд на первой остановке, а вечером выходит на второй. Почему? Дом Марка и станции находятся на холме. Этот метод позволяет парню скатываться на велосипеде вниз без каких-либо усилий. Проблема с деньгами Известный преступник поймал богатого бизнесмена Бориса и запер его в комнате. «Я не отпущу тебя, пока ты не удвоишь сумму, которую я тебе оставлю». И преступник положил на стол пять тысяч долларов. К тому времени, как он вернулся, Борис удвоил сумму. Он не выходил из комнаты и ни с кем не общался. Как же он это сделал? Он положил деньги перед зеркалом. Осознание Трое друзей заснули под деревом в сельской местности. Пока они отдыхали, какой-то мальчик нарисовал усы на их лицах. Как только мужчины проснулись, они начали смеяться. Но потом внезапно перестали. Почему? Сначала они увидели усы на лицах своих друзей и нашли это забавным. Но потом они поняли, что их друзья тоже смеются. Это означало, что и у них самих на лицах нарисованы усы. Диана – мама трех детей и сотрудник полиции. Как-то раз она пришла домой поздно и направилась на кухню готовить ужин. К ее удивлению, на кухне царил полный хаос. Похоже, кто-то сделал себе сэндвич с шоколадной пастой, не дождавшись ужина. Но ее детям это запрещено. Диана поднялась к детям. Катя, Марина и Маша делали уроки. Ни одна из девочек не призналась. Но женщину поняла, кто врет. Как она догадалась? Диана обратила внимание, что нож лежал справа от шоколадной пасты. Это означает, что человек, который сделал сэндвич, левша. Лишь одна девочка в семье левша, и это Маша. Вы заблудились и целый день бродили по лесу. Наконец, на закате вы наткнулись на маленький жуткий домик. Похоже, там живет ведьма. У вас нет другого выхода. Поэтому вы заходите внутрь и просите старуху подсказать, как выбраться из дремучего леса. Ведьма соглашается, но при одном условии. Вы должны сыграть в игру. Если вы ответите правильно, она вас отпустит. Если же допустите ошибку, вам придется остаться с ней навсегда. Вопрос звучит так. У вас есть нечто, что вам принадлежит. Вы этим почти не пользуетесь. Но другие используют его довольно часто. Что это? Это ваше имя. Коля отправился в отпуск за границу. Однажды на пляже он познакомился с красивой девушкой и провел с ней весь день. Вечером он спросил, смогут ли они встретиться завтра. Девушка улыбнулась и сказала, что согласится на встречу, если Коля угадает, откуда она. Прежде чем уйти, она дала подсказку. Место, откуда я родом, состоит из двух букв Армении. Двух букв Германии. Одной буквы Нидерландов. Одной буквы Таиланда. Двух букв Индонезии. И одной буквы Алжира. Хитрость в том, что всегда используются первые буквы. Две буквы Армении – это АР. Две буквы Германии – ГЕ. Одна буква Нидерландов – Н. Одна буква Таиланда – Т. Две буквы Индонезии – ИН. И одна буква Алжира – А. Получается – Аргентина. С месяцами было сложнее. Или нет? Вы гуляете по лесу и вдруг натыкаетесь на шабаш-ведьм. Вы пытаетесь спрятаться, но… О-оу! Что им нужно? Оказывается, ведьмам требуется помощь. Их восемь, и одна из них празднует свой девятьсот девяносто девятый день рождения. У них есть праздничный торт, но вот незадача. Их волшебный нож может сделать только три разреза, и ведьмы не знают, как разрезать торт на восемь частей. Удастся ли вам им помочь? Сначала разрежьте торт пополам. Затем разрежьте его так, чтобы получилось четыре равных куска. Теперь разрежьте торт вдоль, через середину, чтобы получилось два слоя. Ура! Каждая ведьма получит по кусачку. Лена, наконец, купила себе новую гитару. Ей очень хотелось скорее поиграть, но нужно было идти в школу. Девочка заперла гитару в своей комнате и ушла. Когда Лена вернулась домой, гитары на месте не оказалось. В семье были приняты розыгрыши. Лена поговорила со всеми родственниками, и вот что они сказали. Мама сообщила, что в глаза не видела гитару. Отец рассказал, что видел ее, когда проходил мимо комнаты дочки, но не заходил внутрь, потому что у него было много работы. Брат Лены сказал, что был дома, но весь день провел внизу. Лена тут же поняла, кто врет. Удастся ли вам? Отец! Он сказал, что видел гитару, когда проходил мимо комнаты девочки. Но это невозможно, ведь дверь была заперта. Перед уходом на работу Екатерина оставила в гостиной для сына 100 долларов. Но тот сказал, что не нашел купюру. Утром в доме было три человека. Садовник Семен, повар Борис и домработница Мария. Семен сказал, что видел деньги, но он честный человек и никогда бы не взял чужого. Борис сообщил, что провел все утро на кухне и вообще не видел никаких денег. Мария сказала, что ей было нужно открыть окно на кухне, но она не хотела, чтобы купюру сдуло ветром. Поэтому она положила ее в книгу между 35 и 36 страницами. Сможете ли вы угадать, кто лжет? Мария. Она не могла положить купюру между 35 и 36 страницами, потому что эти страницы расположены на двух сторонах одного листа. Кирилл – отец-одиночка, который воспитывает четырех дочерей. Однажды вечером он работал допоздна, и ему позвонил сосед. Он видел, как одна из дочерей Кирилла гуляла с друзьями в другом районе. Было темно, и сосед не разглядел, какая из дочек это была. Когда Кирилл вернулся домой, он спросил девочек, кто из них ходил гулять поздно вечером. Алина сказала, что весь вечер читала. Марина сообщила, что играла в Уно. Рита сказала, что плавала в бассейне на заднем дворе. А Аня была в своей комнате и разговаривала с подругой по телефону. Кирилл моментально понял, кто врет. А вы? Марина! Она не могла играть в Уно в одиночестве. Похоже, она что-то скрывает. Если в полночь идет дождь, можно ли надеяться, что через 72 часа будет солнечно? Нет, через 72 часа будет ночь. В комнате находятся два человека и оба сидят. Но если один из них встанет, второй не сможет занять его место. Как такое возможно? Один человек сидит на коленях у другого. Отец говорит дочери, ты появилась очень поздно, в три часа ночи. Мы очень волновались. Не хотелось бы, чтобы ситуация повторилась. Дочь отвечает, что такое точно больше не случится. Как она может быть в этом уверена? Отец говорит о ночи, когда его дочь появилась на свет. Искусствовед заплатил на аукционе крупную сумму за картину, которая, как он знал, ничего не стоила. Он был честным человеком, и у него не было никаких преступных намерений. Зачем он купил картину? Хотя сама картина стоила копейки, ее рама была ценным произведением искусства. Уличный торговец едой повесил вывеску. Один хот-дог за полтора доллара, три хот-дога за пять долларов. Он знает, что по отдельности три хот-дога стоят дешевле, но не меняет вывеску. Почему? Каждый раз, когда клиенты видят вывеску, они покупают один хот-дог, затем еще один, а затем и третий, на общую сумму четыре с половиной доллара. Так все остаются довольны. Клиенты думают, что смогли сэкономить, а продавец увеличивает продажи. Во время пожара был ограблен банк. Охранник сказал полицейским, что хотел вытащить сумку с деньгами, но ему пришлось на секунду остановиться прямо перед аварийным выходом, чтобы завязать шнурок. В этот момент дверь распахнулась и ударила его по голове. Когда охранник пришел в себя, денег уже не было. Почему полиция арестовала этого человека? Все двери аварийных выходов открываются наружу. Во дворе стоит бочка с водой. Вы заглядываете внутрь и говорите, что она заполнена более чем наполовину. Но ваш друг утверждает, что менее. Как определить, кто прав, не используя никаких измерительных приборов и не выливая воду из бочки. Наклоните бочку так, чтобы вода касалась ее края. Если увидите дно, значит бочка заполнена менее чем наполовину. Если же дна видно не будет, значит она заполнена более чем наполовину. Саша и его брат Дима постоянно ссорились и дрались. Их маме это надоело, и она придумала хитроумный план, как успокоит ребят. Она велела мальчикам встать на один и тот же лист бумаги, так, чтобы они не касались друг друга. План сработал! Мальчики больше не могли драться. Как ей это удалось? Женщина просунула лист бумаги под закрытую дверь и сказала Саше встать с одной стороны, а Диме с другой. Полуторакилометровый мост может за раз выдержать две с половиной тысячи килограммов. Именно столько весит грузовик, который на него въезжает. Машина останавливается посередине моста, и вдруг на нее садится птица. Рухнет ли мост? Нет, мост не рухнет, поскольку к середине пути грузовик уже сжег немного топлива и стал весить меньше двух с половиной тысяч килограммов. У окна сидела девушка. Сначала она была полностью погружена в свои мысли, но вдруг решила выбросить что-то в окно. Через пару минут она без сознания упала на пол. Девушка абсолютно здорова и не страдает от случайных обмороков. Поблизости тоже не было никого, кто мог бы ее ударить. Что же случилось? Ее ударил по голове тот же предмет, что она выбросила в окно. Это бумеранг. Да, глупая была зутея. Двое мужчин сидят в комнате лицом друг к другу. Один из мужчин — экстрасенс и может видеть будущее. Он предсказывает, что через 10 минут второго человека ударят по затылку. Конечно, второй человек пугается и начинает пристально смотреть на часы на стене. Ровно через 10 минут он оказывается на полу. Что же с ним происходит? Через 10 минут мужчина оборачивается, чтобы посмотреть, стоит ли кто-нибудь позади него. Именно в этот момент экстрасенс бьет его по затылку. Кажется, он не настоящий экстрасенс. Вы подходите к опушке леса и вдруг замечаете человека в плавках, очках и с трубкой для плавания. Он выходит из чащи и без сил падает на землю. Но вы знаете, что ближайший водоем находится в нескольких километрах отсюда. Как этот человек оказался в лесу? В лесу начался сильный пожар. И самолет, который его тушил, набирал воду из озера в нескольких километрах от очага возгорания. Вместе с водой самолет случайно зачерпнул и плавающего в озере человека. Тот чудом остался жив. Три подружки, Лена, Катя и Оля, весь день гуляли по городу. Они нашли красивый дом, но он оказался заброшенным. Они вошли внутрь и начали все фотографировать. Вечером они просматривали сделанные фотографии, и одна из них повергла подруг в ужас. Посмотрите на фотографии и скажите, какая из них напугала девочек и почему. Правильный ответ – первое. В доме не было никого, кроме девочек, в то время как на первом фото три подруги запечатлены вместе и снимок сделан со спины. Маша устроила вечеринку в честь своего дня рождения. Она заметила, что ее брат ел в своей комнате с какой-то девушкой, но она не знала, с кем именно. Ей стало любопытно. И когда они ушли, она пробралась в его комнату и нашла несколько подсказок. На ее вечеринке было три девушки – Женя, Света и Ника. Маша сразу догадалась, с кем встречается ее брат. А вы сможете? Ее брат встречается с Женей. Посмотрите на тарелки и приборы, на велки след от помады. Единственной, у кого были накрашены губы, была Жаня. Полина – юрист, а Александра – журналист. Сможете догадаться, у кого из этих девушек есть дети? Обратите внимание на фон. На стене за спиной Александры висят красочные каракули. Должны быть, это рисунки ее детей. Жанна собиралась на свидание, как вдруг в ее квартире погас свет. Она была уже почти готова, не хватало только перчаток. В темноте она не могла найти перчатки одного цвета. У нее было всего две пары – коричневые и черные. Она уже опаздывала, поэтому решила пойти, прихватив сразу несколько перчаток. Сколько перчаток ей нужно взять с собой, чтобы среди них точно была пара одинаковых. Ей нужно взять три перчатки. Даже если первые две перчатки разного цвета, третья будет либо черной, либо коричневой и составит пару одной из двух первых. Полицейский гнался за вором по всему городу, как вдруг вор забежал в больницу и исчез. Войдя в здание, полицейский увидел трех работников в больнице. Один из них – точно вор, который успел переодеться, чтобы притвориться врачом. Сможете угадать, кто? Это мужчина посередине. Взгляните на его бейдж. На нем фото женщины. Должно быть, он схватил первую попавшуюся ему под руку одежду. В это рождественское утро вся семья была дома. Когда Валя вернулась в свою комнату после просмотра своего любимого шоу по телевизору, она увидела, что кто-то украл все подарки, которые она упаковывала. Она опросила каждого в доме. Ее мама сказала, что готовила ужин. Папа сказал, что стриг газон, а брат заявил, что играл на приставке в своей комнате. Кто же украл подарки? Это был папа Валя. На дворе зима мы видели, что за окном идет снег. Он просто не мог стричь газон. В художественном музее на несколько минут отключилось электричество. Когда свет снова включался, было обнаружено, что пропала самая дорогая картина. Прибыл детектив и начал свое расследование. Подозреваемых было трое, и детектив допросил каждого из них. Дарья, учитель танцев, сказала, что она так испугалась отключения света, что застыла, как вкопанная. Поэтому она точно ничего не трогала. Дима, журналист, сообщил, что все это время был в уборной. Коля, инженер, сказал, что был в другом зале музея, где рассматривал окаменелости динозавра. Кто из них лжок? Коля, это же художественный музей, а не выставка динозавров. Сможете понять, кто не настоящий оборотень? На самом деле, это парень, который как раз похож на оборотня. Дело в том, что оборотни меняют облик только в полмолуние ночью. А сейчас день, так что, вероятно, парень просто решил нарядиться. Лена гуляла по лесу. После заката она попыталась найти дорогу домой, но заблудилась. В итоге она наткнулась на дом ведьмы и попросила ее помочь добраться до дома. Ведьма согласилась помочь Лене, но только если та разгадает загадку. В случае неудачи Лене придется остаться у ведьмы навсегда. Ведьма взяла яблоко, привязала к нему нитку и опустила его. Она попросила Лену разрезать нить так, чтобы яблоко не упало на пол. При этом Лена не должна касаться яблока или держать его руками. Как же ей разрезать нитку? Лене нужно завязать узелок посередине нитки, вытянуть петельку и разрезать ее. Наконец Дима добрался до двери кабинета, которая открывается с помощью кнопки. У него всего одна попытка и три кнопки на выбор. Желтая, зеленая и синяя. Какую кнопку следует нажать детективу, если он знает, что Алексей обожает живопись? Если смешать синий с желтым, получится зеленый. Дверь открылась. Зеленый свет детективу. Наконец Дима добрался до сейфа с секретными документами, которые могли помочь ему узнать правду. Конечно, сейф был заперт, и у Димы была всего одна попытка, чтобы его открыть. Иначе, если ввести неправильный код, сейф закроется навсегда. Мужчина огляделся в поисках подсказки и заметил на столе записку, на которой было написано секретный код и комбинация из трех цифр. Три, какое-то число и один. Цифру посередине было не видно из-за пятна. Сможете ли вы взломать код с первой попытки? Код три, семь, один. Детектив предположил, что кнопки, которые часто нажимают, будут внешне отличаться от остальных. И он оказался прав. Поскольку он знал первую-последнюю цифры, ему оставалось найти еще одну затертую кнопку. Дима, наконец, добрался до секретных бумаг, которые должны были помочь ему в расследовании. Чтобы иметь неопровержимые доказательства, детективу было нужно понять, какой из документов не подделка. У него в руках оказалось четыре практически идентичные копии, но лишь одна из них была настоящая. Какая? Та, что в левом верхнем углу. На ней стоит печать подписи, написано соглашение. Копия рядом выглядит точно так же, но она содержит орфографическую ошибку. В документе написано «Соглашнее». На других экземплярах отсутствует либо печать, либо подпись. Детектив внимательно изучил соглашение и увидел информацию о картине, купленной на аукционе. Тогда Дима понял, что его друга похитили, чтобы кто-то смог прокрасться в его особняк и забрать ценные произведения искусства. Мужчина посмотрел на стену, куда Алексей вешал все свои картины и понял, что ни одна из них не пропала. В стену вбито столько же гвоздей, сколько должно висеть картин. Однако с одной из них что-то все же не так. А вы поймете, что именно? Несмотря на то, что все картины на месте, у одной из них отсутствует рамка. Согласно договору, картина была куплена совсем недавно, а подбирать ее помогал искусствовед. Он был честным человеком и проверил все картины Алексея на подлинность. Но новая картина оказалась всего лишь копией. Почему искусствовед все равно предложил предпринимателю купить ее? Самую главную ценность представляла не картина, а красивая и дорогая рамка. Похоже, вору это было прекрасно известно. Диме нужно было найти и Алексея, и драгоценную рамку. Он вышел на улицу и начал размышлять, куда мог направиться человек, похитивший его друга. Детектив принялся изучать следы на земле. Ему нужно следовать по правильному пути, чтобы добраться до Алексея. По какому пути следует пойти детективу? Он должен идти по следам, уходящим влево. Всего на дороге виднелись три рисунка. Первые следы остались от машины Димы. Вторые явно принадлежали двухколесному транспортному средству, и поскольку они были тонкие, можно сказать, что они были оставлены велосипедом. Вряд ли на нем можно кого-то похитить, поэтому следы должно быть принадлежат почтальону, который каждый день развозит письма. А вот третьи следы были оставлены большой машиной, поэтому Дима решил ехать по ним. Детективу повезло, дорога никуда не сворачивала, и он просто ехал прямо. Через полчаса он увидел здание, похожее на замок. Он подъехал поближе и увидел три рва. Первый был полон металлических копьев. Как же детективу перепрыгнуть через них? Рядом есть воздушный шар. Диме, чтобы взлететь, всего лишь нужно отвязать его и зажечь лампу. Затем перед Димой предстал ров с бушующим пламенем, и он решил, что лететь над ним на шаре будет небезопасно, потому что тот не поднимался на большую высоту. Однако ему все же удалось пересечь ров. Как? Он потушил огонь, рассыпав над ним мешки с песком, которые лежат в любом воздушном шаре. Участник экспедиции на Южный полюс оказался в ледяной пещере. Он не помнил, что произошло, но понимал, что нужно скорее выбираться. Мужчина увидел три двери и записку, в которой говорилось, что находится за каждой из них. За первой был голодный белый медведь. За второй дверью находилась комната, наполненная ядовитым газом. А за третьей большие и острые сосульки, которые падали с потолка каждую секунду. Какую дверь выбрать, чтобы выжить? Нужно выбрать первую дверь. Мужчина находится на Южном полюсе и там нет белых медведей. После занятий Наташа осталась в университете. Ей нужно было закончить реферат. Девушка сидела в коридоре и вскоре проголодалась. Она пошла за едой и оставила свои вещи. Вернувшись, Наташа проверила вещи и позвонила в полицию. Девушка сообщила, что у нее украли кошелек. Поблизости было трое студентов. Всех их допросили. Кристина рассказала, что переписывалась с друзьями. Иван сказал, какое-то время я сидела рядом с Наташей, но я не видела и не трогала ее кошелек. Люся сказала, что была в аудитории и вышла оттуда всего пару минут назад. Детектив выслушал их и ушел, никого не арестовав. Почему? Детектив вспомнил, что Наташа пошла за едой. Значит, кошелек у нее был с собой и его нельзя было украсть. Девушка солгала. Три женщины, Света, Мила и Элеонора пришли в магазин. Две из них беременны, а третья профессиональная похитительница арбузов. По-моему, это забавно. Сможете ли вы догадаться, который из женщин украл арбуз? Это Мила. Она на каблуках, а это явно не та обувь, которую носят беременные. Ангелина проводила лето в деревне. Она часто подолгу гуляла в лесу в полном одиночестве. Однажды она увидела огромный особняк. Было очевидно, что там никто не живет и девушка вошла в дом. Внутри было пыльно, но все равно очень красиво. Ангелина сделала несколько снимков и вышла. Вернувшись домой, девушка стала рассматривать свои фотографии. Она хотела выбрать лучшие и разместить их в соцсети. Но, увидев один из кадров, она закричала. Внимательно посмотрите на эту фотографию. Вы поняли, что так напугало Ангелину? Ангелина заметила себя на фотографии, но это невозможно, кроме нее в доме больше никого не было, кажется. Стасия и Анна сестры. Однажды бабушка подарила Ане браслет. Это украшение очень нравилось обеим девушкам. Поэтому Стасия иногда пробиралась в комнату сестры и на время его одалживала. Как-то раз Аня пришла домой и заметила, что браслет исчез. Она постучала в дверь сестры. Стасия открыла и, увидев, что это сестра, снова ее закрыла. Через пару минут Ане удалось ворваться в комнату. Она начала искать браслет. Стасия сказала ей, что на этот раз не брала украшения. Аня ничего не нашла и решила уйти. Но уже на выходе из комнаты она кое-что вспомнила и сумела вернуть браслет. Где он был спрятан? Когда Стасия открыла дверь, ее волосы были распущены, а чуть позже они оказались собранными. За эти пару минут она сделала пучок и спрятала браслет в волосах. Дождливым летним вечером Катерина вернулась домой после работы. К ней зашла соседка Алена. Женщины сели вместе пить чай. Алена сказала, что ее дочь была на вечеринке и встретилась там с одним из сыновей тройняшек Катерины. Катерина спросила с кем именно, но подруга этого не знала. И она сама и ее дочь вечно путали мальчиков. Проблема была в том, что все трое находились под домашним арестом и не могли выходить до следующей недели. Катерина решила выяснить, кто из сыновей нарушил правила. Она позвонила мальчикам и спросила, как они провели день. Ян, художник, сказал, вечером я был в саду, рисовал. Рома, музыкант, ответил, «Я провел весь день в комнате, сочиняя новую песню». Егор, который любил спорт, сообщил, «Я потренировался, остаток дня провел за чтением». Катерина поняла, кто из ее сыновей лжет и наказала его еще на месяц. Кто же лжец и как она об этом узнала? Солгал Ян. Он сказал, что рисовал в саду. Но ведь на улице шел дождь.